Десна ТВ А теперь об этих и других событиях подробнее. В соседних областях зарегистрированы случаи африканской чумы свиней. В связи с этим специалисты Ветслужбы Десногорска рекомендуют владельцам исключить свободный выгул свиней, а также контакт с другими животными и посторонними лицами. Не покупать свиноводческую продукцию в несанкционированных местах. Требовать ветеринарные документы, подтверждающие качество и безопасность продукции. Подведены итоги областных смотров конкурсов по охране труда. Среди победителей есть «Десногорцы» и предприятия нашего города. Лучшими уполномоченными по охране труда стали Надежда Кириллова, Смоленская АЭС, Геннадий Чепурной, Атомтранс и Елена Кудинова, Медсанчасть, 135. А в конкурсе среди предприятий на лучшее состояние условий охраны труда победили «Смоленская АЭС», ОАО «ЭЛС», «Смоленский филиал АО «Электроцентр Монтаж». Награждение пройдет в Смоленске. На заседание майской сессии Десногорского городского совета было вынесено 9 вопросов, включая разные. Как проходило обсуждение, какие решения приняты, смотрите в нашем сюжете. Вначале прошли слушания, на которых народные избранники все подробно обсудили и ответили на вопросы горожан. А затем объявили об открытии очередной 27-й сессии городского совета. Депутаты утвердили отчет об исполнении бюджета муниципального образования города Десногорск за 2015 год по доходам и расходам. Профицит бюджета составил 909 тысяч рублей. Все жители города почувствовали, насколько этот бюджет все-таки был небогатым. И тем не менее, жить надо все равно по средствам. То, что в области есть, на эти средства мы и живем. Своим решением номер 216 депутаты внесли изменения в бюджет на 2016 год, в некоторое решение Десногорского городского совета, решение номер 221, и изменения в правила землепользования и застройки, решение номер 219. Также депутаты утвердили положение о порядке заслушивания отчета главы муниципального образования о результатах его деятельности, деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Десногорским городским советом. Депутаты заслушали отчет главы и обсудили результаты его деятельности и признали ее удовлетворительной. Поручили в 2016 году принять необходимые меры по ремонту автомобильных дорог в городе, в том числе и на придомовых территориях. В инвестиционной деятельности в 2016 году достичь реальных результатов по реализации проектов в области жилищного строительства и строительства газонаполнительного пункта и газозаправочной станции. Саперы пожарно-спасательного центра уничтожили 49 снарядов времен войны. В Вязьме нашли ручную гранату, в Темкинском районе – 18 минометных мин, а в Угранском – 30 артиллерийских снарядов. Смоленские таможенники при проверке трех транспортных средств выявили 40 тонн польских яблок и 20 тонн украинских томатов, хотя в документах значились 62 тонны полиуретанового покрытия. Сейчас решается вопрос о возбуждении по данным фактам дел об административном правонарушении. День защиты детей в Десногорске завершился большим концертом творческих коллективов Смоленской АЭС. Подробности в нашем следующем сюжете. Всемирный день защиты детей в Десногорске отмечается особенно широко, так как наш город самый молодой на Смоленщине, и почти половина его жителей – это дети. Вечером в концертном зале «Нейтрино» на праздничный концерт собрались поклонники детских творческих коллективов культурного и спортивного сектора профсоюзной организации Смоленской АЭС. В программе принимали участие юные дарования из театра «Песни Шанс», хореографических ансамблей «Веселинка» и «Кураж», хора «Жаворонок», ансамбля танцев «Мира Радуга». украсила концерт своей презентацией студия прикладного и изобразительного искусства вдохновения. Творческие коллективы в этой программе объединили под общим названием «Мы рисуем этот мир». И действительно, весь вечер концертный зал сиял теплыми и добрыми красками музыки, песен и движений. Каждый номер завораживал своей неповторимостью и мастерством исполнения. Финальная часть концерта была посвящена проводам выпускников творческих коллективов. Это был их последний выход на сцену в качестве воспитанников кружков и участников детских концертов. Им торжественно вручили дипломы и подарки. Как знать, может быть, в скором будущем мы увидим их и на большой сцене. В 2016 году Российской Федерации как государству исполняется 25 лет. К этому событию телеканал «24 ДОК» подготовил главную телевизионную премьеру года документальный фильм «Россия. Нам 25 лет», который расскажет о ровесниках страны. Премьера фильма состоится 12 июня. Смолянам предлагают объединиться и поздравить страну с Днём России массовым исполнением гимна. Флешмоб планируется провести 12 июня в 12.00 по всей области. Уже известно, что к акции присоединятся участники молодежного форума «Смола». Вышла в свет книга «Смоленск. Из пепла возродившейся». Это уже второй том издания. Первый «Смоленск. Удар погасивший» вышел в прошлом году к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Книги выпущены смоленским издательством «Форвита». Криминальные новости. Полицейскими задержана группа лиц, подозреваемых в мошеннических действиях с банковскими картами. Группировка путём обмана обналичивала денежные средства жителей Смоленской области. Преступники осуществляли СМС-рассылку, сообщая гражданам о блокировке банковских карт и необходимости перезвонить по указанному номеру телефона. Далее под видом сотрудников кредитного учреждения узнавали у потерпевших персональные данные, реквизиты, кодовые слова и через платёжные системы переводили все имеющиеся на счетах денежные средства и обналичивали их. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались жители Смоленска 80-го и 85-го годов рождения, ранее судимые за аналогичное мошенничество и незаконный оборот наркотических средств. Злоумышленники, задержанные, доставлены в дежурную часть. При обыске у них изъяли несколько десятков мобильных телефонов, сим-карт, банковских карт, а также документов, имеющих отношение к их преступной деятельности. Не сообщайте никому пин-код и сведения, написанные на вашей банковской карте. Ни один банк не будет спрашивать вас эти реквизиты по телефону. Для зачисления средств на ваш счет достаточно лишь 16-значного номера, который указан на лицевое стороне карты. Не используйте карты с основным своим финансовым капиталом для оплаты в сети интернет. Не скачивайте файлы из непроверенных источников, файлообменные сервисы, социальные сети. Не переходите на информационные ресурсы по ссылкам, полученным от сомнительных источников. Не открывайте файлы из подозрительной электронной почты. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до пяти лет. В настоящее время устанавливается точное число пострадавших от действий мошенников. Пока их около 60. В Сафоново сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов подозрительный автомобиль. Оказалось, что документов на машину нет и регистрационные знаки не соответствуют данному транспортному средству. Двум ранее судимым мужчинам за угон автомобиля грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. 4 июня в Десногорске пройдут сплошные проверки. Во время мероприятия сотрудники ГИБДД будут выявлять водителей в состоянии объединения, а также контролировать соблюдение правил перевозки детей. Переходим к новостям спорта. 29 мая сезон по баскетболу 3 на 3 открыли мужчины. В турнире приняли участие 8 команд из Десногорска, Смоленска и Рославля. В финал соревнований вышли две команды – «Албанские перцы» и «Гвардия». Более молодые баскетболисты из команды «Албанские перцы» стали лидерами. В матче за третье место гости из «Смоленска» команда «Техстрой» в овертайме обыграла «Старый млад». Победителем конкурса «Снайпер» стал Сергей Смирнов. А 1 июня состоялся турнир открытия сезона 3 на 3 среди юношей. Соревнования проходили в двух возрастных категориях – 12-14 лет и 15-18 лет. В старшей категории победила команда «САЭС», состоящая из игроков юношеской сборной Десногорска по баскетболу. Второе место у команды «Ватсап». Третьими стали баскетболисты из «Джин Грей». В конкурсе трехочковых бросков победу одержал Иван Гунько, продемонстрировавший незаурядную точность бросков с дальней дистанции. Младшей категорией лучшими стали представители средней школы номер один – команда «Гуд». В финале они оказались сильнее команды «Голден Стейт». На третьем месте команда «Спрайт». В конкурсе «Американка» самым метким оказался Сергей Демарев. 28 мая в Демидове прошел первый этап областной спартакиады среди муниципальных образований. Баскетболисты Десногорска стали бронзовыми призерами. Среди спортивных семей не было равных Десногорской семье Переходкиных. Поздравляем их с победой! Смолянка Надежда Соколова заняла первое место на 21-м международном турнире по женской борьбе, который прошел в конце мая в Италии. На этих соревнованиях Надежда показала отличную борьбу и победила среди юниорок в весе до 48 килограммов. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова